Друзья, всем привет! У нас новые декорации, как вы можете заметить, потому что уже декабрь, и нужно строить планы на зиму, что я буду читать. Это был большой челлендж для меня, потому что в последнее время у меня появилось довольно-таки много книг на полках, и я очень долго думала, что бы я хотела почитать этой зимой. Как показывает опыт предыдущего видео, которое я снимала про свои осенние планы, и в итоге что получилось? В целом строить планы можно, потому что я плюс-минус им следую. Понятное дело, что я не уверена на 100%, что я буду читать именно эти книги, потому что, ну, сами понимаете, настроение может поменяться, но мне кажется, что большинство всё-таки останутся, и я их в итоге прочитаю. В общем, наливайте себе чего-нибудь вкусненького, тёпленького, и давайте начнём, расскажу, что я планирую читать этой зимой. Друзья, если вам нравятся мои видео, пожалуйста, поставьте палец вверх, пишите комментарии, напишите то, что вы хотите читать этой зимой, может быть, что-то вы можете порекомендовать мне, такого зимнего, атмосферного, уютного, так что давайте встретимся с вами в комментариях и обсудим, как обычно, книжки. И огромное спасибо всем тем, кто уже со мной, кто смотрит, кто ставит лайки и пишет комментарии, мне очень приятно, меня это мотивирует снимать больше, читать больше и делиться с вами. Итак, начну с декабря. На декабрь я подготовила себе 4 книги, по моему мнению, супер, мега должны быть атмосферными, и открою, ой, главное не снести ёлку, и я уже одну из них начала читать, мне уже очень нравится, я прочитала полкниги, она на самом деле атмосферная, там события происходят зимой, два моих любимых города, но об этом уже во влоге, во-первых, я буду с этой книгой выкладывать, и в процессе съёмки этого влога нахожусь. В общем, это Марк Миллер, Полночь, Нью-Йорк. Во-первых, Нью-Йорк, все прекрасно знают, что, наверное, Нью-Йорк это самый такой зимний город, потому что, во-первых, там самые культовые классные зимние фильмы сняты, атмосфера просто шикарная, поэтому в целом неудивительно, почему я решила взять эту книгу, это должна быть лёгкая, но я вот уже не знаю, насколько она лёгкая, потому что, ну, в общем, это должна быть романтическая история о двух людях, которые встречаются, влюбляются и т.д. и т.п. в самом прекрасном городе этого мира, и вот с такой красивой декорацией в виде зимы, Нового года и какого-то волшебства. Я её уже начала читать, и, ну, о ней поподробнее расскажу в соответственном влоге. Следующая книга, но это супер, тоже должна быть новогодняя книжка, Софи Кинсела «Шипоголик и Рождество». Ничего я ни разу в жизни не читала у Софи Кинсела, хотя тысяча один раз слышала о том, что её книги очень лёгкие, прекрасные, и стоит их периодически читать, чтобы поднять настроение и поверить во что-то хорошее. Ну, тут, мне кажется, тоже особо нечего сказать, потому что «Шипоголик и Рождество» и «Каспер» нельзя. Итак, всё ясно, должно быть очень атмосферно, максимально по-зимнему. Извините, пожалуйста, если вы слышите шарики, там «Каспер», он видит, что я занят, и он понимает, что я его сейчас не наругаю, и поэтому он сидит и, в общем, занимается своими делами. Прочту быстро аннотацию. «Бекки возвращается домой из США, чтобы, как следует, отметить Рождество. Родители устроят традиционную семейную вечеринку с пением рождественских гимнов. Мама снова будет делать вид, что сама приготовила пудинг, а соседи зайдут на рюмочку в Шерри в жутких праздничных свитерах. Что может быть лучше?» Ну, вот мне эта книга уже даже по описанию напоминает какой-то вот этот самый прикольный рождественский фильм, который ты пересматриваешь каждый год. Ты уже знаешь там каждую минуту фильма, и что произойдёт дальше, но всё равно ты его смотришь каждый божий год, радуешься. Ну, вот у меня, допустим, такой фильм, наверное, как и у многих, это «Один дома», причём первая и вторая часть, все остальные мне не особо прям супер нравятся, а вот первая и вторая часть, я их могу пересматривать, мне кажется, «Вечность». С лёгким паром тот же самый фильм, ну и у каждого там будет ещё какой-то список. И вот я думаю, что эта книга подобие вот таких фильмов рождественских, новогодних, когда ты просто уютно сидишь дома, пьёшь что-то вкусненькое, и смотришь, наслаждаешься, и вот повышаешь себе такое праздничное настроение. Мне кажется, эти книги именно и созданы для декабря, когда ты хочешь вот найти это, то самое настроение, и как-то уютно проводить дома вечера. Следующая тоже супер, я думаю, праздничная и рождественская новогодняя книга, это «Кот Боб. Подарок уличного кота» Джеймс Боуэн. Эта книга, на самом деле, у меня уже очень давно лежит на полках, и как-то я постоянно её обхожу стороной, потому что мне всегда кажется, что там будет какая-то плаксивая история, а всё, что связано с животными, ну я прям вообще-то... Мне сложно это переносить, что в фильмах, что в книгах, что в жизни, там, слушать какие-то истории и так далее. И я как-то всё так оттягивала этот момент, когда я прочитаю эту книгу, но в этом году подумала, что она уже на самом деле так долго лежит, что она уже заслуживает моего внимания в этом году, и тем более она маленькая, думаю, прочитаю её очень быстро. Тут огромный просто шрифт, очень много красивых зарисовок котиков, или одного кота, наверное, да? В общем, да, я тоже не знаю ничего, не читала аннотацию, не собираюсь этого делать, потому что, ну, тут я думаю, что если прочитать аннотацию, то, в принципе, можно себе испортить вообще всё, учитывая какой объём. Поэтому просто буду надеяться, что эта книга мне понравится и не разобьёт моё сердце. Последняя книга, которую я хочу, планирую прочитать в декабре, потому что декабрь у меня это месяц специально прям вот супер такие рождественские какие-то книжки, это «Рождество каждый день». Вы недавно могли видеть эту книгу в покупках, собственно, для этого я её покупала, чтобы прочитать в декабре, в этом декабре поднятие настроения и настроиться на вот эту праздничную волну. Так, здесь, насколько я помню по сюжету, все собираются в одном доме, там несколько пар, у всех своя история, у всех свои какие-то проблемы, и вот они застревают, по-моему, как-то в этой ситуации и начинают разбираться в своих проблемах и пытаться их решать, и я так понимаю, что в конце концов всё должно закончиться огромным хэппи-эндом, там Рождеством, наверное, ну да, Рождество каждый день. Опять же, как в тех самых-самых классных рождественских добрых фильмах, что в конце всегда всё хорошо. Вот на это я рассчитываю. Идём дальше. Дальше у меня в планах, это уже получается январь-февраль, когда мы будем все отходить от наших праздников и пытаться вообще влиться хоть как-то в нормальный режим существования, работы и так далее. Я себе отобрала 4 книги, ну ладно, 5, но насчёт 5 я вообще не уверена, просто я думаю, я не успею её прочитать, но как бы окей. Первая книга — это «Семь мужей Эвелин Хьюга». Эту книгу я выбрала, чтобы просто как-то отвлечься от новогодней тематики, да, и прочитать какую-то очень такую интересную историю. А про эту книгу говорили все, как она всем нравится, насколько она увлекательная, насколько там интересная жизнь вот главной героини, про чью жизнь мы будем, собственно, читать. По-моему, да, снят фильм, если я не ошибаюсь. Или я могу ошибаться? Ну, в общем, неважно. Я уверена, что книга мне понравится, она будет интересная. По сюжету тут ведущая за творческий образ жизни «Легенда старого Голливуда» Эллина Хьюга объявляет, что готова представить публике свои мемуары. Всю её карьеру сопровождали загадки, сенсации, многочисленные скандалы. Мир жаждет узнать истории иконы кинематографа из первых уст. Осталось выбрать человека, которого допустят к работе с кинозвездой. Удивительно, но доверенным лицом Эвелин выбирает никому неизвестную сотрудницу глянцевого журнала Моник Грант. Они не знакомы, никогда не встречались, разве что отец Моник когда-то работал в сфере кино. Моник обескураженно свалившийся на неё внезапной популярностью её первая встреча с Эвелин Хьюга лишь добавляет вопросов. Мне звучит очень интересно, мне это напоминает не жизнь, а сказка чем-то, да, но вот когда человек пишет про свою супер насыщенную, интересную жизнь, которая сталкивала человека с разными абсолютно людьми, разные ситуации происходили, мне суперинтересно такое читать, поэтому я думаю, эта книга доставит мне огромное удовольствие. Следующие три книги. На самом деле это всё поменялось ровно сегодня. Значит, первую книгу Юрия Каракур, Фарфор, я взяла, потому что я думала, что это будет супер мне напоминать Бакмана, а Бакмана я люблю читать зимой. По атмосфере она такая вся зимняя, уютная, спокойная, немножко, возможно, мрачная, да, не мрачная, а немного депрессивная, вот насколько я слышала по отзывам. Я люблю такое читать в конце января, в начале февраля, когда ещё темно, холодно, и вот ты пытаешься найти какие-то такие книги уютные, но уже без вот этого супер какого-то праздника, потому что уже всё сходит на нет, и зима близится к концу, поэтому я люблю вот именно такие уже спокойные просто зимние книги. Книга о хрупких вещах, о ломкой старости, о робком детстве, о соседках по подъезду, которые вдруг пропадают с лавочки, о дымной церкви на последнем этаже больницы, о плацкартном вагоне, в котором всю ночь громко храпела женщина, о потерявшихся письмах из Мариуполя, о красной смородине, которая кварчит, если её неаккуратно сорвать с ветки, о мире, подсмотренном из-под козырька новенькой бейсболки USA Калифорния. Я думаю, это будет очень добрая, спокойная история, я такое люблю, хотя слышала негативные отзывы пару раз, но, anyway, мне кажется, мне понравится. И вот последние две книги, которые я добавила в список буквально сегодня, потому что сегодня я их купила, это Фредерик Бакман, собственные персоны, вот так вот внезапно влез в мои книжные планы на зиму, но в целом это неудивительно, потому что я сегодня и хотела приобрести эти две книги с целью, чтобы их прочитать вот в январе-феврале, потому что, опять повторюсь, я люблю читать Бакмана именно зимой, не знаю, просто сложилась какая-то такая традиция, что все его книги, которые я читала, я читала их зимой, и поэтому у меня, когда наступает холода, я чувствую вот этот недостаток Бакмана в моей жизни, поэтому мне срочно нужна какая-то его книга. Здесь книга «Медвежий угол», ну, что может быть более зимнее, тут даже вот просто по обложке все ясно и понятно. Значит, здесь рассказывается про какой-то очень супермаленький городок и про хоккейную команду, но, как все говорят, суть вообще не в этом, а именно в отношениях между людьми, все вот как любит Бакман, рассуждения на какую-то тему жизни, ну, очень много, я думаю, будет житейских таких фраз, каких-то просто мыслей, которые тебя могут и успокоить, и также немного задеть, или вывести на какую-то слезинку, может быть, даже не одну, потому что все предыдущие книги, которые я у него читала, я вот, по-моему, на каждую сплакнула в конце, но неудивительно, я в целом довольно-таки сентиментальный человек, а у Бакмана такая проза, что вот он цепляет таких людей, допустим, как я. Да, здесь про крошечный городок, затерянный в лесной глуши, который переживает не очень хорошие свои времена, там молодежь уезжает, бизнес приходит в упадок, и вот, кроме, пожалуй, одной на берегу озера стоит, введенная много лет назад, ледовая площадка, на которой тренируется местная хоккейная юниорская команда. Если команда прорвется в национальный полуфинал, то об этом городке заговорят по всей стране, и как знать, может быть, это даст городу шанс на возрождение. Ой, мне кажется, это будет трогательная и тяжелая история, не знаю почему, вот у меня есть какие-то такие ощущения, может быть, я, конечно, ошибаюсь, надеюсь, опять же, эта книга не разобьет мне сердце, вот, поэтому, да, буду читать, и надеюсь, мне понравится, потому что есть вторая часть, так что да. Последняя книга, которая у меня стоит в планах, это Фредерик Пакман, «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Я хочу ее прочитать, но, если честно, посмотрим, потому что я ее так долго не покупала себе, только по одной причине, что я очень боюсь, что эта книга вот на самом деле будет выводить меня на дикие слезы, а как-то вот у меня не было такого супернастроения читать. У меня еще пока не было такого прям супернастроения прочитать какую-то такую книгу, чтобы прям сидеть и утираться платочком, но тут про отношения между внучкой и бабушкой. Для меня это очень такая щепетильная тема, довольно-таки близко, поэтому я вот очень хочу, но и в то же самое время переживаю, что, опять же, эта книга мне разобьет сердце. Но, в общем, посмотрим. Я также не читала аннотацию, давайте прочтем вместе. Девочки Эльси почти восемь, а ее бабушке скоро семьдесят восемь. Бабушку называют эксцентричной, бодрой старушкой или даже съехавшей с катушек. Но для Эльсы она супергерой, самая лучшая подруга, потому что всегда защищает внучку и понимает ее, как никто другой. Но и супергерой они вечны. Когда бабушка умирает, она оставляет после себя письма, которые внучка должна лично выручить адресатам. Выполняя бабушкины поручения, Эльси узнает, что рыцари и драконы живут не только в сказках, но и совсем рядом на твоем этаже, и что даже самым крутым супергероем есть за что попросить прощения. Мне уже очень нравится, и я уже чувствую, что я буду плакать. Ну, ладно. И, кстати говоря, вот вышло перездание в новой обложке, мне гораздо больше нравится, чем предыдущая версия. Вот такая последняя книга в моих зимних планах. Это были вот точные планы, которые я прям вот 100% хочу прочитать, и, скорее всего, если там вдруг что-то не произойдет, и у меня резко не поменяется желание читать именно это, то я должна все это прочитать. Но есть еще одна книга, я над ней очень долго думала, хочу я ее включать прям вот 100% в планы или нет, потому что... Ну, вот я не уверена насчет нее, потому что, во-первых, большой объем, во-вторых, вроде как на данный момент меня интересует эта история, но не уверена, что у меня вот этот запал продлится на 3 месяца вперед. В общем, я говорю сейчас про книгу Кристин Ханна «Улица Светлячков». Здесь такая у нас сага, ну, даже не сага, а... А, ну да, все правильно. Это такая сага о двух лучших подругах, которые вот всю жизнь вместе преодолевают какие-то сложности, проблемы, и, в общем, несмотря ни на что остаются, скажем так, верными друг другу, там, не подставляют ничего, и вот всю жизнь держится рядом вместе. Звучит очень заманчиво и интересно, но меня просто пугает немного объем, и я не уверена на самом деле, что я осилю, ну, вместе вот с этим еще и вот это. Но посмотрим, вдруг просто я что-то не буду читать из этого и прочту «Улицу Светлячков». Вот, поэтому да. Друзья, это были все мои книжные планы на эту зиму. Надеюсь, вам было интересно узнать, что же я там себе приготовила в список. Мне интересно, что вы будете читать, планируете ли вы вообще свои книжные планы на ближайшие там три месяца, ну, или хотя бы на месяц. Если да, то какие-то книги, почему они? Возможно, вы мне что-то порекомендуете из последнего прочитанного, что вам очень понравилось, и вы вот прям настоятельно это рекомендуете. Обязательно буду обращать на это внимание. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео, были со мной. Оставьте пальцы вверх, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Увидимся в комментариях. Обязательно пишите, что вы читаете сейчас, что планируете, планируете или нет, и так далее. И вообще расскажите, у вас есть уже новогоднее настроение или еще нет? Я вот с того момента, как нарядила елку, уже как бы все. В принципе, мне больше ничего и не надо. Сейчас я прочту вот эти четыре новогодние книги, и я думаю, что все. Мое настроение, поганой метлой не выгонишь, ни из меня, ни из моего дома. Напишите, есть ли у вас новогоднее настроение, как вы обычно себе его создаете, или вообще, вы такой человек, который не любит вот это вот все, все эти елки, гирлянды, свечи и так далее. Еще раз большое спасибо, и увидимся в следующих видео. Всем пока!